Друзья, привет! Вы снова на канале RedFox Outdoor. Меня зовут Илья Кузнецов, и сегодня наш выпуск посвящен обзору и сравнению двух облегченных рюкзаков от компании RedFox, которые от других моделей отличаются наличием полностью вентилируемой спины AirVent. Прежде чем мы продолжим, не забудьте подписаться на наш канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить выход других наших обзоров и полезных видео. А если вы хотите не пропустить последние новости из мира RedFox Outdoor, а также быть в курсе эксклюзивных скидок и акций в наших магазинах, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Итак, погнали! Внешне два рюкзака, которые выглядят как два брата. Ну, разве что один, может быть, немножко вырос потолще и побольше. Если на них посмотреть со стороны спины, так они вообще неотличимы друг от друга. Рюкзаки Cumulus и Alta. Объем рюкзаков Cumulus 20 литров, объем рюкзака Alta 25 литров. Оба они относятся к коллекции Tracking, ну, судя по объему, это скорее рюкзаки для однодневных трекингов или там трекингов с комфортными ночевками, как минимум. Оба рюкзака построены на системе с максимальной вентиляцией спины AirVent. Система AirVent – это спина, выполненная на алюминиевом проволочном каркасе. При этом каркас натягивает сетку. Причем делает это не только по вертикали, но также и по горизонтали в нижней части, в зоне поясницы. Благодаря чему вентиляция и доступ воздуха обеспечивается не только сбоку и сверху, например, но еще и снизу. Когда потеете и, собственно, весь пот скатывается по вашей спине вниз, поясницу вентилировать очень полезно. В простых рюкзаках, у которых подобная система из сетки сделана только на двух вертикальных латах, поясница не вентилируется. Кстати, в нижней части есть даже специальная дырочка. Если с вас сходит семь потов, реально весь ваш пот вытечет из рюкзака, не останется хлюпать в нижней части и приводить к намоканию того, что у вас находится внутри. Для того, его придать большую надежность и долговечность такой конструкции, выпирающие зоны каркаса дополнительно усилены кожаными накладками. Обычно внизу рюкзака вот эти углы очень быстро протираются, когда они тканевые. Здесь производитель об этом позаботился. В обоих рюкзаках мягкие поясные ремни с двумя карманами. Один карман на молнии сетчатый, чтобы что-то более объемное влезало. Другой карман на молнии тканевые с той же ткани, что и сам рюкзак достаточно надежно предохраняет все то, что вы в него положили, не порвется и не потеряется ничего. Мягкие плечевые лямки достаточно тонкие, с небольшим количеством уплотнителя и анатомическая форма комфортно садятся практически на любую фигуру. А вот если рюкзаки развернуть фронтально, то начинаются функциональные отличия и рюкзаки показывают абсолютно разный характер. Младший брат, Cumulus 20, имеет при этом максимально длинную молнию, которая позволяет его открыть практически целиком. В него в результате удобно залезать, доставать что-то оттуда и быстро находить что-то внутри, когда на протяжении дневной прогулки вы регулярно останавливаетесь, хотите достать что-то из рюкзака, убрать туда-обратно на перекусы или подобные вещи. Рюкзак Alta 25, по отличие от него, имеет более короткую молнию, которая как бы откидывает верхний клапан. Да, не так удобно копаться и искать что-то на дне рюкзака, зато из него ничего не выпадет. Внутри оба рюкзака имеют большой плоский карман, расположенный вдоль спины. В такой карман удобно убирать то, что вы не хотите помять, документы, книжку, что-то, что еще, что угодно. При этом оба имеют в качестве опции точку крепления размещения питьевой системы. Однако, для младшего брата рюкзака Cumulus не предусмотрены дополнительные отверстия для того, чтобы вывести трубку питьевой системы. То есть опция размещения воды внутри, она скорее, ну такая дополнительная, бонусная. Не всегда ей будете пользоваться. В рюкзаке же Alta 25, который благодаря своей функциональности предназначен для более активного отдыха, для какого-то практически спорта, можно сказать, предусмотрены уже и выходы для трубки питьевой системы, причем как с одной стороны, так и с другой стороны, чтобы удобно было выводить над тем плечом трубку, над которым вы привыкли и вам более удобно. В Cumulus же размещение воды, которую вы понесете с собой на трекинге, мы рекомендуем скорее в боковых карманах. Они достаточно глубокие для того, чтобы в них поместилась как пол-литровая, так и, возможно, литровая бутылка или фляга. И более того, стропа, которая утягивает рюкзак по объему, находится ровно по верхней зоне этого стрейчевого тянущегося кармана, что позволяет дополнительно такой стропой зафиксировать вашу бутылку, чтобы она не сильно болталась и не выпадала. В рюкзаке же Alta 25 эти карманы гораздо более широкие, потому что находятся в нижней части, в широкой части рюкзака. И в них мы скорее рекомендуем пихать все подряд, что вам необходимо. А вода у вас уже находится внутри в питьевой системе. Фронтальные карманы у Cumulus полностью сетчатый и глубокий, но более узкий. У Alta 25 он объемнее и шире, и также имеет тянущуюся часть, но чуть меньше по глубине. Сами рюкзаки в набитом виде обладают разной формой. Видно, что Cumulus, так скажем, более стройный, вертикальный и ровный, и он обеспечивает равномерное распределение всего того, что вы набили внутрь, по вашей спине. С ним удобно ходить трекингом. А Alta 25 больше похож на небольшую грушу, он снизу раздается. Таким образом, в него влезает больше всего. Для того, чтобы он не болтался, в отличие от модели Cumulus, у поясного ремня есть дополнительные стропы, которые фиксируют его по бокам, тем самым практически монолитно располагая рюкзак на спине. С Alta 25 гораздо комфортнее заниматься активным видом спорта, например, велопрогулками или маунтинбайком. Благодаря тому, что он более грушевидный, он обладает в том числе лучшей аэродинамикой, поэтому гонять на велике с ним реально получится быстрее. У более трекингового Cumulus 20 снаружи прошиты две стропы на всей фронтальной части рюкзака по принципу Daisy Chain. Они обладают огромным количеством петелек, на которые можно закрепить, привязать разное снаряжение, которое вы таскаете с собой, которое не влезает в рюкзак, но вам необходимо. Ну, например, пошли вы на пляж, взяли с собой пляжный коврик и пляжный зонт. Или, если у вас трекинг в горах, то закрепили веревку, ледовый инструмент, повесили на карабины пару буров, в общем, все, что вам нужно с собой в быстром доступе. Alta 25 с отсутствием такого большого количества внешних точек крепления как бы говорит о том, что если уж мы занимаемся активным спортом, то на рюкзаке ничего не должно сверху болтаться. Исключение, пожалуй, сделано только для негабаритного, но обязательного снаряжения, такого как трекинговые палки или ледовый инструмент. Для этого существуют и петельки в нижней части рюкзака и специальные точки крепления для рукояток, выполненные достаточно стандартной уже резиновой петелькой, которая утягивается и тем самым фиксирует рукоятку. Внутри рюкзака на фронтальных частях и у Cumulus и у Alta есть внутренние сетчатые карманы. У Cumulus он не очень большой, в него размещается самая необходимая мелочевка, ну, например, powerbank, провод зарядный, может быть, кошелек. Если же мы говорим про Alta 25, то его внутренний карман гораздо более широкий, гораздо более глубокий. У него без проблем поместится не только необходимая мелочь, но, например, и полноценная аптечка. Кроме этого, у Alta 25 есть также еще и внешний дополнительный карман, который хорош тем, что он не только позволяет получить доступ к чему-то, что не находится внутри самого рюкзака, но также защищен от окружающей среды целыми двумя слоями ткани, поэтому не боится намокания от брызг, дождя или подобных мелких неврядец. Оба рюкзака и Cumulus и Alta имеют очень широкий диапазон регулировок. Достаточно длинные стропы для утягивания плечевых лямок, большое количество запаса стропы для утягивания поясного ремня. Благодаря этому рюкзаки садятся и подгоняются хорошо как на хрупкую девушку ростом в 160 см, так и на крупного мужика за 100 кг весом. Кроме этого, есть одна удобная опция. Грудная стяжка может быть зафиксирована в разных зонах на плечевой лямке. Она закрепляется на вот такую стропу, которая прошита по всей длине лямки. Если вы большой и крупный, то грудная стяжка может находиться в этой зоне и полноценно выполнять свою функцию. Если же вы хрупкая маленькая девочка и максимально утягиваете свои лямки по длине плечевые, то в этом случае достаточно легко вы можете снять и перестегнуть вашу грудную стяжку на следующую зону крепления. Такой опции не встречается даже в полноценных трекинговых рюкзаках, что делает эти модели гораздо более универсальными. В общем, два отличных легких весом менее килограмма и в первую очередь летних благодаря супервентиляции спины рюкзака, которые представлены компанией RedFox. Приобрести рюкзаки Cumulus 20 и Alta 25 вы можете по ссылке в описании в наших магазинах. Они обладают разным характером и подходят для абсолютно разных приключений. Мы про них рассказали, а какой подходит вам, решаете вы. На этом все. Спасибо, что были с нами. Пока!